Спорю много, кто из вас сейчас испугался. Если вы испугались, то это значит, что вы не подписаны на мой инстаграм, потому что в моем инстаграме все уже давно знают, что мне поставили брекеты, потому что я уже целую неделю, но о том, как у меня болят зубы. Так что если ты все еще не подписан, то чего же ты ждешь? Ну давай же, ну нажимай и подписывайся, потому что так ты будешь в курсе всех моих событий в жизни. Так что да, на ближайшие два с половиной года, минус одна неделя, я буду ходить с брекетами. И вы будете лицезреть эту мою металлическую улыбочку. Не знаю, я, если честно, боюсь момента, когда я сяду монтировать свои первые видео в брекетах, потому что мне вообще абсолютно не нравится то, как они на мне выглядят. Вот. Но я надеюсь, что я привыкну. Ну а еще новость, которая гораздо более приятнее, чем первая, которую я только что озвучила, в том, что сейчас стартует неделя эпизодов на моем канале. С сегодняшнего дня и вплоть до пятницы будут выходить подряд пять эпизодов. Это очень сложно, это очень много монтажа, и это точно заслуживает ваших лайков. Так что, если вам нравится эта затея, то поставьте лайк и подпитайте меня своей энергией через лайки. Если кто-то вдруг впервые на моем канале не знает, что такое эпизод, то это рубрика, в которой я играю, в самое лучшее приложение, которое только придумывало человечество. Да. У нас тут с вами такой сериал, такая Санта-Барбара своего рода. Мы пытаемся завоевать сердце самого популярного парня в школе, являясь абсолютно непопулярной при этом девчонкой. В принципе, мы на верном пути, правда, пока мы к этому шли, мы немного притворились другим человеком. В общем, если что, вот здесь целый плейлист со всеми-всеми эпизодами. Если вы не смотрели еще, то обязательно посмотрите этот плейлист. Ну, а для тех, кто как бы в курсе и торопит меня мысленно, типа, Маша, ну давай уже начинай, давайте вспомним, что было в прошлой серии. Ну и начнем. Аксель Спенсер больше не учится в этой школе. Не такой уж он и плохой парень. Ему просто нужно, чтобы хоть кто-нибудь в него поверил. Может быть, затусим как-нибудь скоро? Давай завтра вечером. Как ты думаешь, где он сейчас? Слушай, я думаю, что тебе стоит проверить World Star Bar, но я должен предупредить тебя. Ты не готова увидеть то, что ты там увидишь. О, боже мой, это хуже, чем я могла себе представить. Что там? Что там? Не томите, господи! А, почему тебя исключили? Даже если бы я и хотел вернуться, я просто не могу. Эй, а если у меня есть кое-что, что тебе поможет? Школа должна быть тем самым местом, где люди могут учиться на своих ошибках. Ну ладно, ты принят школу. Я планирую организовать самую крутую вечеринку в этом городе. И я очень надеюсь, что вы обе на нее придете. Да, прошлая серия заставила нас конкретненько так понервничать, потому что, кажется, нас скоро спалят. И это не очень хорошо. Мне очень интересно, куда нас заведет дальше наша история. Крашен мистер Бэтбой. Ну что, начинаем новую главу? В ту пятничную ночь. Это просто кошмар! Аксель хочет, чтобы мы обе были на вечеринке. Да, я могу представить, как это будет странно. Мэри Блуберри борется против розы. За сердечко мистера плохого мальчика. Это будет эпичная битва. Это не смешно, Дастин. Я не могу быть двумя девушками одновременно. Я не какой-то там кот Шрёдингера. Чего там Шрёдингера? А, это эксперимент в квантовой физике о гипотетическом коте, который находится в коробке. И он может быть одновременно и мертв, и жив. Забей! Ладно, успокойся, Мэри Блуберри. Есть на самом деле очень простое решение твоей проблемы. И это рифмуется с фразой «Сказать шмакселю ш правду». Я не могу сказать Акселю правду. Он меня возненавидит. Он будет ненавидеть тебя еще больше, если ты будешь продолжать его дурачить. Я, между прочим, абсолютно согласна с Дастином в этом случае. Я знаю, ты чувствуешь эту пьянящую свободу, когда ты играешь Роуз. Но если Аксель не сможет влюбиться в настоящую Мэри Блуберри, то он просто того не стоит. Слушай, я могу помочь тебе сегодня отыгрывать и Мэри Блуберри, и Роуз. Но только если ты пообещаешь, что ты скажешь ему правду в понедельник. Я думаю, что стоит сказать правду, потому что это сначала было смешно, а сейчас Мэри Блуберри просто играется с чувствами Акселя. Поэтому это уже не так смешно. Хорошо, я скажу ему правду до понедельника. Кстати, по поводу обещаний. Что там по поводу твоего обещания познакомить меня с Джексоном? Напоминаю, что Дастин в Джексона влюблен. Я приглашу на вечеринку его сегодня. Мы все равно собирались затусить. Отлично, ну тогда время наряжаться. Но нам нужно продумать с тобой абсолютно разные луки для тебя и для Роуз, чтобы никто не заподозрил ничего. К счастью для тебя, я тут грубанула гардероб своей сестры, и у меня есть много вариантов, которые я могу тебе предложить. Для начала давай оденем Мэри Блуберри в что-нибудь подходящее для вечеринки. Мила, какую комбинацию цвета ты предпочитаешь? Так, мы можем выбрать либо розовый, либо голубой. Давайте розовый. Вот эту. Отлично. А теперь ненасытная и непредсказуемая роз. Вау, этот наряд точно всех поразит. Ты выглядишь просто потрясно. Трачу гемы. Отличный выбор, тебе очень идет. Пойду возьму себе что-нибудь выпить. Ты хочешь пойти поискать Джексона? Звучит как план. Привет, Джексон. Три разных человека только что назвали меня Бобби. Неужели я выгляжу как Бобби? Точно нет. Черт, ты так круто выглядишь. Что? Серьезно? Серьезно, тебе очень идет. Блин, игра просто показывает нам, что Джексон ценит нас за душу, а не за то, как мы выглядим. И он не относится к нам как к куску мяса в гламурном платье. Слушай, здесь немного громко. Может быть, выйдем и поговорим где-нибудь? Хорошо, договорились. Только чуть-чуть попозже. Мне нужно кое-что сделать. Знаешь, я по тебе очень скучала. На самом деле, я надеялся, что сегодня мы сможем побыть вдвоем. Но мы тесим вдвоем просто все время. Я думала, что тебе понравится шанс выбраться на вечеринку и немножечко посоциализироваться. Ну да, знаю, но... Мэри Блуберри, у тебя получилось прийти. Да, спасибо за приглашение. Ты что теперь дружишь с Акселем Спенсером? Так где Роза? Кто такая Роза? Она наверху, в ванной комнате. Пойду найду ее. Черт. О, привет, Мэри Блуберри. Это твой друг? Дастин, это Джексон. Джексон, это Дастин. Вы оба прекрасны. Вы подружитесь. А я побежала. Ааа, здесь Лейла. Эээ, как ты сюда пролезла? На самом деле меня пригласили. Ты до смешного не смешна. Не трись там вокруг Акселя. Он занят, знаешь ли. А, я знаю. Он встречается со мной. И кроме меня он ни с кем не общается. Мда, я так понимаю, что предлагать тебе мир совсем не вовремя. Да, ты правильно догадалась. И, кстати, дверь вот там. Вау, Аксель только что показал свой голый торс? Где? Он такая тупенькая. Так, ну что, время Розы приходить на вечеринку. Так, тебе нравятся твои уроки? Прости, что? Что с тобой происходит? Ощущение, что ты чем-то очень отвлечен. Я не отвлечен, я наоборот очень сфокусирован. Я пришел сюда сегодня с одной целью. И мне нужно поговорить с Мэри Блуберри. Ты не знаешь, где она? Понятия не имею. Прям вообще без понятия. Привет, вы двое. Роуз. Я обожаю твое платье. Выглядишь просто восхитительно. Аксель, ты единственная девочка, которая мне нравится. Она моя лучшая подруга. Ну, на самом деле, мы уже встречались раньше. Ну да, даже пару раз. И я никогда раньше не был так согласен с Лейлой. Тебе очень идет это платье. Давай я покажу тебе дома. Прости нас, Лейла. Ха! Выкуси! Добро пожаловать на нашу первую остановку в нашем великолепном туре по Каса Спенсер. Это главный зал для танцев. Поразительно! И что же делают в зале для танцев? В основном немного трясут попой. Ну, знаешь, перцы дела. Ну что, пойдем исследуем более частные владения? Боже мой, мне кажется почему-то, что сейчас все будет очень 18+. Я не знаю, я просто нервничаю. Так я слышала, что моя кузина спасла твою задницу недавно. Без сомнения, она меня спасла. Она внедрила в меня мудрые мысли и направила на путь истины. Я не знаю, что бы я делала без нее. Она заставила меня думать, что мое будущее стоит того, чтобы за него бороться. Она выловила меня в один из самых темных моментов. Большинство людей просто бы опустило руки, но не она. Кстати, где она? Я хотела, чтобы мы вместе выпили. Где Мэри Блуберри? А, хороший вопрос. Она, наверное... Бз-бз-сос. Дастин. Ой, кстати, про Мэри Блуберри. Ей срочно нужна моя помощь. Скоро вернусь. Что случилось? Где Джексон? Он ушел искать тебя. И у него очень серьезные намерения насчет этого. Что? Почему? Ну, вы, ребята, дружите уже просто целую вечность. И я, конечно же, уверен, что он не вот чтобы влюбился в тебя или что-нибудь другое. Так, мы можем либо сказать, не, он просто друг, или можем признать, что это возможно. По словам Мэри Блуберри складывается ощущение, что она реально не понимает. Вот. А я-то все вижу. Ну, и как бы вы, я думаю тоже. Потому что мы-то с вами умные. Поэтому я думаю, что она должна говорить, не, он просто друг. Слушай, у Джексон такое бывает. Я, наверное, не должен был видеть. Да я была тут, общалась с новыми людьми, тусовалась. Заводила новые знакомства, понимаешь? Не понимаю. Я ненавижу людей, которые немы. Но не все из них. Дастин и я с недавнего времени стали очень хорошими друзьями. Он такой прикольный. Да, да, ты нас уже знакомила. Он недавно сказал мне, что ему очень понравилось, как ты сыграл в последнем мюзикле. Серьезно? Да, ты был просто восхитителен. Если бы в старшей школе выдавали Оскар, то он был твой. Прекрати. Ну, в смысле, конечно же, я имею в виду, продолжай. Слушай, Джекс, а у тебя же до сих пор открыт кастинг на роль дублера в твоем новом мюзикле в этом семестре. Может быть, тебе стоит пригласить Дастина? Да, слушай, это очень хорошая идея. Ты знаком, кстати, с филлером на крыше? Я думаю, что это какое-то произведение. Ну, в детстве я частенько висел на крыше. А, это очень смешно. Нет, это не смешно. Ладно, ну, я пошла. Пока! Так, парик, помада, линзы на месте и... Ой, нет, кто-то стащил мое платье. Вот стопудово это Лейла. А, это не Лейла? Слушай, тебе очень идет это платье. Но на самом деле оно мое. Можно я возьму его назад? Только если догонишь... Эй, а я как раз тебя искала. Мне нравится, как ты сейчас выглядишь. Я просто протестую. Почему женщины должны скрывать свою красоту под вещами? Просто потому, что мужчины не могут выдержать их красоты. Я буду рад выдержать любую твою красоту. Но мне немного не нравится, что вместе со мной эту красоту ценит еще очень много людей. Может быть, нам стоит отправиться в мою комнату? Я не понимаю, куда нас ведет эта серия. Так здесь и обитает знаменитый Аксель Спенсер. Я оправдал твои ожидания? Ну, здесь гораздо меньше запчастей для мотоцикла и машины с маски, чем я представляла себе. А если на самом деле комната выглядит так, как будто бы ты ее абсолютно не менял со средней школы? Да, ты, как обычно, смотришь прямо в суть вещей. Слушай, Роуз, я знаю, что это, наверное, звучит очень странно. Мы только встретились. Но я просто хочу, чтобы ты знала, что для меня это не просто очередная какая-то интрижка. Поэтому, если ты захочешь здесь переночевать, то действуй, я не против. Мне стало жарко. Мы просто заснем. Я не буду к тебе приставать, если ты, конечно, этого не захочешь. Так, ну вообще-то, вообще-то, не буду ему отвечать, что хорошо, конечно, пожалуйста, я останусь. Скажем, типа, посмотрим. Ой, я, кажется, неправильно перевела. Но, может быть, и хочу, только совсем чуть-чуть. Прежде чем вечеринка закончится, я, пожалуй, пойду и принесу тебе Эдвилл и воды. Просто, чтобы ты ненавидела себя завтра с утра. Ты просто рыцарь в сияющих доспехах. О, боже, я в спальне Акселя Сторма Спенсера. В комнате мистера плохого мальчика. И все это просто потому, что я вру. Эй, Мэтт. Мэтт, что ты здесь делаешь? Здравствуй, Роза. Я знаю твой маленький секрет. И я хочу знать, как далеко ты готова зайти, чтобы сохранить его. Опять они закончили на самом интересном месте. Да что бы. Мы в полной заднице. Нас спалили. Я больше, чем уверена, что Мэтт не блефует, потому что... Ох, неспроста у нас украли платье. Мне не терпится узнать, что будет дальше, потому что мне очень, если честно, стрёмно. Слава богу, не нужно ждать, пока соберется 3000 лайков. И продолжение мы с вами уже увидим завтра. Я пошла переживать и монтировать. Ну, а с вами я увижусь завтра. С вами была по-прежнему Мара Черничкина. И я по-прежнему вас очень сильно люблю, целую и, конечно же, обнимаю. Муах! С вам uh! Объясняйся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова